всем привет мы сегодня уехали в Иваново в наш областной центр я хотела утром пока ехали снять там то наше злосчастное кольцо если какие-то там изменения меня что-то сморило я уснула может быть сниму на обратном пути там есть изменения там сделали насыпали горку как сергей пошутил на трамплин короче чтобы для взлетов в общем вот ладно получится вечером снимем а сейчас мы вот по такой дороге на базу заезжаем на газельки это более-менее еще тут а вот на маленькой то днищем тупо это скрябаем дороги в Иваново тоже нечищенные сегодня видимо еще не проснулись службы в общем из одного места мы выехали с базы но едем пока по территории где находится эта точка торговая это бывший меланжевый комбинат я так понимаю в общем ничего не работает все разбито на мелкие предприятия все здания какие-то здания заброшенная а территория очень большая мы ее практически вот насквозь мы уехали в одни ворота выезжаем в другие кого здесь только не работает в основном делают всякое такое ватин наполнители различные для одеял для подушек какая-то тут какое-то производство еще может быть сохранилась чего-то другого но ткани я не думаю что они уже что-то делают написано меланжский стиль но это наверное просто название оставили так что все у нас заброшенное сейчас мы пропуск отдадим на текстильщике Сергей у меня пошел искать подушки ни у кого нет то что нам нужно нам нужен дешевый напал подушки с дешевым наполнителем с таким интересным названием ребяжий пух в общем грустная картинка мы сейчас объехали кругом очень много офисов даже на улице тут аренда подешевле чем внутри закрыта не просто у них не рабочий день они закрыты сегодня пятница обычно в такие дни когда ездишь очень много розничных покупателей у них здесь ходит они что-то берут там кому-то в подарки себе подкупают обновляют текстиль не протолкнешься машина очень много сегодня все свободно задница везде наверное идет как все мне кто-то написал что вот ну не переделывает живут всякие правила из-за таких как вы а почему бы не переделать почему бы не освободить от маркировки например вот это вот постельное белье и кухонные принадлежности зачем это делать нужно было я не понимаю представляете носовой платок промаркировать он же тоже подлежит теперь с 1 декабря кухонное полотенце вот эта тряпочка на выброс да в общем не знаю что тут у нас тут сергей тач пустое меня идет не купил пошел в другой офис в одном офисе есть подушки те что нам нужны но там другой наполнитель более такой дорогой в общем не для нашего магазина у нас такой не купят что еще сказать даже сказать нечего просто вот ком в горле стоит действительно если уж здесь оптовики закрываются что нам то остается делать как по другим регионам также вот не просто интересно с кем-то разговариваю последние вот мои знакомые которые немного постарше меня они вышли на пенсию пенсию им дали это же звездец это полный звездец 7 800 8 400 вставляете и если они пойдут работать то у них там убирается какая-то доплата вообще на руки остается там что-то на две тысячи что-ли меньше это если официально стараются неофициально но пугают всех пенсионеров что будут всех проверять в общем всех запугивают ладно поехали мы дальше нету да сереж почему перекусить взяли по пирожку по чаю вот там я еще хотела показать этот текстильщик он как бы это спортивный стадион взяли по пирожку по чаю вот там дикий рынок мы уже из ивана вы едем начало я конечно не успела снять я потому что не помню где начиналось вот смотрите нам разделительную сделали это перед малинками и вот такой ширины у нас дорога с одной стороны с другой стороны мы прошлый раз ездили еще не было до разделительной была одна дорога с одной стороны они как бы обезопасили что ли чтобы со встречными да не было варить здесь очень часто аварии и со смертельным исходом страшные а с другой стороны она настолько узкая дорога что вот если например уступить дорогу скорой съехать просто некуда дальше уже идет обочина зимой обочина рыхлая из нее потом не выйдешь не знаю вроде как и благи намерения все как-то надо было сначала дорогу наверное расширить может быть летом этим буду заниматься вот мы сейчас будем подъезжать к малинкам если все помните группа авария это из иванова такая популярная диджей у них был хит совместный жанны фриске малинки и вот когда раз едешь по радио играет малинки и малинки такие вечеринки и тихо и свежо и амбре такое стоит форточки закрученные но все равно доносится запах потому что птица фабрика ряда и настолько нетерпимый запах что ужас это че такое продолжает доделать все что-то нам тут строят делают в общем где чисто и свежо в малинках я так понимаю малинки выставлены на продажу да уже на какой год никто не хочет их покупать этот комплекс одно время конечно тут бомонт собирался но когда вот эти запахи стали все более явными производства куриного мяса она все-таки очень ощутимые запахи дает у нас на окраине не на окраине а закинешь мои тоже есть птиц фабрика и там когда едешь вот они в поля что-то выбросят твой тоже запах стоит ужас вот так походили мы по ашану не стал я ничего там снимать тоже очень много не работающих контейнеров было таких дальних на дальних галереях то что поближе к самому ашану там все работает а вот на дальних галереях очень много еще закрытого все сдается в аренду и вот против сельщик я уже как говорила потом спросили вот у продавца с одеялами на города ноги позакрывались не видят никаких перспектив работе вот мы опять едем вот здесь разделительная вот смотрите какая дорога узкая и все-таки перед вечер я опять включу покажу какую там горку насыпали сделали кольцо и там красиво поставили буквы и чуда все это с ним покажу вот что мы включили едем медленно встречная слепят сейчас я поближе к Сергею поставлю чтобы не быть голословной что действительно ну вот сделали освещение освещение не было в прошлые разы вот это тумба стоит с освещением конечно лучше все видно а без освещения было вот смотрите тут крупные буквы вот смотрите тут крупные буквы вот чуга трамплин 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 уже наверное не будут больше на него забираться в общем освятили в смысле что поставили освещение с нашей стороны вот тоже тумба стоит как я уже говорю как я уже говорю у нас и в тумбу могут въехать в общем нам что не делай нам все не так и не эдак в общем нам что не делай нам все не так и не эдак Субтитры подогнал «Симон»